всем привет это квас и мы все еще играем space engineers творческий режим сегодня я хотел бы рассмотреть такой вопрос как гравитация как видите в правом нижнем углу нам говорит о том что у нас гравитации здесь нет если мы выключим реактивный ранец мы будем лететь как какашка в космосе и в общем то никуда мы не упадем значит гравитацию можно сотворить различными способами например если мы сделаем базу до добавим парочку блоков поставим на допустим малый реактор и поставим генератор гравитации генератор сюда мы ставим в общем-то реактор вот она появилась гравитация так в данном случае это гравитация работает только вниз видите стрелочка направлены вниз и в общем то как это если мы сейчас отпустим то есть нажмем x мы будем падать вниз все это конечно хорошо на эту гравитацию нас в общем-то рассчитан на работает физика то есть если мы допустим сделаем один патрон мы его отпустим и он улетает туда вниз давайте чтобы более заметно было создадим какую-нибудь руду платину пусть это будет 1000 вот она падает вниз ну и в принципе она улетает выходя за пределы гравитационного поля давайте посмотрим по моему здесь можно да вот границы гравитация но к сожалению почему-то их не показывает в общем есть такая гравитация кроме подобной гравитации можно использовать сферическую гравитацию она выглядит у нас так и она притягивает все к себе если камушек велико не улетел вот он да вот он летает в конечном итоге он приморозится прямо к этому гравицу первую гравитацию вот можно увеличить прям вот вообще прям до максимума правда не не хватает нам электричество надо добавить его прям вот вообще не хватает эти какая мощная хрень вот теперь все теперь у нас просто огромнейший радиус это гравитации вот как видите достаточно далеко зачем сферическая гравитация во-первых можно попробовать сделать через моды либо просто использовав несколько сфер использовать гравитацию астероида это будет в общем-то хорошо если ну например здесь пробурить в этом маленьком круглом астероиде пробурить дырочку туда поставить такой генератор вокруг него поставить ядра да и в общем ходить мы будем по этому стероиду как по земле кроме того можно воспользоваться и так такой хренью который я обычно использую если мне нужно добыть много камня да как вам известно когда бурится с помощью бурильных аппаратов разлетаются осколки которые можно собирать либо вручную либо вот например таким способом смотрите создаем допустим базу да по-другому в общем-то никак есть вот такие вот блоки можно использовать стандартные можно использовать через моды этот мод я вам скину в общем берем в общем-то так вот так вот так вот в общем строим своего рода сферу такую сферу где-то надо нам будет с вами поставить вот эту фигню и электроядро вот так можно квадратно можно прямоугольную фигню строить это не суть важно 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 лишь то чтобы это собирала нам необходимые нам ресурсы так как бы тебя так поставить а давайте давайте по-другому вот уже что-то собралось какой-то камушек так давайте новая станция допустим вот так вот три на три такая вот площадочка в центр мы ставим это ну и соответственно пару реакторов допустим если нам это нужно так камень свали к ты вот теперь в принципе это можно взять вот так вот зашить это дело чтобы нам это не мешало так вот все это дело зашивается я сделаю это из этого какой-никакой но кубик вот и теперь можно в общем то ставить эти фиговины если в общем то будет необходимость можно с любой стороны добавить трубы и это будет куда-то скидываться в какой-то общий контейнер либо еще куда-то в общем то очень удобно так здесь мы обшили так так и внизу если использовать стандартный блок да вот в принципе точно такой же только у него сбоку нет дырок они все ну с обратной стороны находятся в принципе там нужно только сзади ставить конвейеры чтобы они все были объединены между собой все чтобы камни попадали в уловитель такси да нам нужно будет и вот так вот поставить броню желательно тяжелую потому что легкая разбивается вот так вот со всех сторон ставите и в общем то все улавливается но так как у меня есть модик я думаю что мы сделаем это следующим образом вот так вот это все дело поставится пятерочка даже не вот это наверно это не очень удачный вариант так 4 до 4 4 я сказал вот так вот такая вот фигня здесь емая куда-то вот так вот нет нет так тоже не подходит сюда 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 чё мы поставим пятерочку наверно да так вот зашивается все это дело и мы получаем такую сферический уловитель камни и запчастей то есть принципе ну например если у нас есть с вами какая-то база по разборке кораблей такой вот одну поставил если необходимо сбросить лишнее совершенно спокойно сбрасывается это все дело и необходимое количество в общем то попадает на базу то есть вот как то так вот так давайте я это зашью до конца вот так 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 сверху то осталось и треугольнички поставить так и вот так так четверочки там так тут кто додумался сделать треугольные коллекторы вообще молочек честно говоря ему плюшку поставил потому что но это это на самом деле дело как-то странно иметь только квадратные такие так сюда вот такая вот хрень в принципе там если правильно все внутри распределить можно кинуть сюда урана и будет всегда уран здесь ну и соответственно если мы с вами отлетаем в 10 платинового руда кидаем она туда приземляется и все собирается это как вариант использовать вот такую гравитацию так это мы сейчас убираем чтобы это не мешалось что еще есть у нас еще искусственная масса и вот такой шарик так давайте новую станцию ставим берем блок так не так искусственная масса сама по себе работает только с электричеством то есть без нее извините никак гравитации никакой нет мы летаем совершенно спокойно как бы проблем никаких нет зачем это делается обычно у нас тут как видите есть вылаз и роторс до колеса в youtube да и в мастерской можно набрать достаточно много модов на машинке давайте посмотрим мастерская так вот например машинка примитив так сказать передвигаться она может с помощью колес которая двигается ротором ротором в общем то зад вперед точно также все делается единственное но для того чтобы она никуда не улетела нужно на нее поставить эти быть с искусственной массой чтобы они весили сколько то давайте посмотрим панель искусственная масса вот текущая масса 50 получается тонн вот это большая кроме того есть еще такое искусственная космосфера она насколько мне известно тоже является своего рода тем как касается искусственной массы только вот она как-то по-другому работает с ней честно говоря я даже не разбирался и мне как бы интереса нет кроме того что она можно увеличивать у нее и уменьшать вес таким образом как бы делать создавать баланс от если у нас есть такая необходимость так но кроме всего у нас есть естественно различные моды которых я хотела кстати сегодня тоже поговорить ну вот например у нас есть такие вот моды на гравитационный так на гравитационный мост если нам например в принципе не нужно ставить то тут гравитацию до которая в общем-то работает по всему так сказать району да то есть если мы здесь станем мы как бы упадем вниз либо еще что то вот нам принципе достаточно поставить с вами поставим большой реактор чтобы хватило точно электричество вот нам достаточно сделать себе гравитационную дорожку давайте мы ее так вот продлим например сейчас с помощью настроек сейчас мы берем ширину поля уберем глубину ускорение мы тоже ускорение вот прямо самый-самый минимум ставим вот видите здесь нет гравитация чуть-чуть и их криво 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 бывает бывают моменты когда кривовато работает но с этим ничего не поделать а а два так эти не не везде есть к сожалению но принцип именно такой что видимо это глубину слишком маленькую поставил так . объединим так как видите достаточно много нужно на работу тоже другое дело вот в общем то таким вот нехитрым образом мы можем ходить и не париться вот но конечно все это требует подстройки естественно мы это можем облагородить с помощью таких вот дорожек чтобы не упасть например да если нам нужно повернуть можно так вот поставить то есть в общем то все это продолжается идется и ведется точнее как бы без проблем пожалуйста а милитари транспортер нет нам не нужен кроме того мы можем все это дело так вот сделать пойти выше ну и далее как хотите вот по дорожкам все единственно очень требуется много электричества то есть вот такого генератор точно потребуется все это держится ведь тут не нужны никакие помосты единственный минус на них ничего нельзя поставить то есть если вы сделали какую-то территорию допустим давайте сейчас такой сделаем игра плоскость окей окей четверочка ну например такой помост как это громко все работает вот так вот поставить уже сюда ничего не получится ведь и не ставится хоть убей поэтому поэтому что нужно делать благо здесь это работает можно допустим в необходимых для нас местах так взять поставить бруски броню легкую вот допустим вот еще вот так вот это все дело продляется и суда нам уже то что на необходимо там хотите большой контейнер хотите экстра контейнер вот так вот его хлобысть поставил и все и не паришься особо вот это что касается вот таких гравитационных дорожек кроме гравитационных дорожек есть еще гравитационные трубы тоже классный мод единственное его конечно с ним нужно разбираться чуточку больше чем у меня есть время значит выглядит это примерно так граф туб да мы выбираем это выбираем вот это мы выбираем предположим что джектер какой то то есть это нужно просто построить нормальную систему чтобы это как следует работала значит такая труба да мы ее например можем так вот поставить это не есть такие тут у нас с три вейв так с ты джектор это по-моему вход но я могу ошибаться и активность ну что-то типа такого не вот ставится реактор и вот тоже как видите справа внизу появилась гравитация мы вылетаем и вот такая вот хренатень но повторюсь здесь надо разбираться это можно использовать как лифт это можно использовать как любой любой другой способ и вид передвижения там не знаю можно в принципе это использовать как разгон для торпеды торпеды вот то есть в принципе если есть моды на создание нормальных торпед пожалуйста поставил и запустил вот мы летим на большой достаточно скорости видите стой включай вся вот вот такая вот хрень а трубы вот в общем то бывают такие еще и гравитационные по ним кстати можно передавать все необходимые запчасти и детали то есть если вам ну есть какая то необходимость да можно поставить эти трубы накидать туда запчастей необходимых и они прилетят например на этот астероид если вам нужно обратно соответственно вы либо в настройках здесь есть настройки гравитация гравитация кейдем панель управления вот оно ускорение вы вставите в другую сторону и теперь гравитация в другую сторону хотя нарисовано конечно по другому вот вот такая вот ситуация а пока есть время хотел бы вам показать еще одну фиговину о которой в общем то я давно думал и все что то никак не могу придумать как это сделать нормально большие корабли разбирать можно различными способами да там сделать например вот такую ванну как я например сделал да сейчас я вам покажу как это делается можно попробовать сделать вот такую фиговину что еще я вот пытался воспользоваться манипулятором но манипулятор мне не получилось в общем много много разных способов я не сейчас расскажу и покажу ну будем мы экспериментировать на черепашки которые в прошлые разы мы делали так хорошо нельзя так нельзя копируем мы ее я ее вот сюда сейчас перенесу какая-то хрень здесь нам нужен коннектор 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 интересно этот прицепиться этот мелковат этот мелковат этот нужен вот значит смысл вот в чем мы залезаем в эту прекрасную машину поднимаем поршень переворачиваем нашу наш зацеп поршень можно выключить в принципе и выходим а залезаем в корабль который нам необходимо разобрать переворачиваемся и и зацепляемся тихо тихо так хватаемся здесь выбираем все наши двигатели которые есть на корабле и выключаем чтобы они не тормозили движение теперь собственно делаем следующее залезаем в адскую машину нажимаем четверочку потихоньку переворачивает наш корабль в принципе если не не разгонять то можно переверить перевернуть даже вот этот мининг траулер да вот так теперь что нам нужно идти немного быстро это все сделалось опускаем это дело у меня уже установлена минимальная высота на которой он может опуститься вот видите все нормально и включаем разборочную так можно сделать еще следующее нажать на пятерочку и вот так вот это все дело подвинуть поближе вот так вот это все дело разбирается ну как видите запчасти разлетаются и бывают глюки это конечно надо все обдумывать все решать убирать ну в общем вот так вот быстро достаточно разобралась наша тортуль а почему я выбрал такой способ почему допустим не выбрать вот такой способ который в принципе логичен сделать большой бассейн да в котором здесь у меня около 1000 двойных разборочных аппаратов ну проблема заключается во первых в том сколько они потребляют электричество во вторых там обязательно должен быть генератор генератор гравитации и не сферический а обычный это связано с тем что запчасти которые могут падать и не только запчасти а еще и всякие руды вот как вот например с этого корабля они могут просто улететь куда-то поэтому нужно естественно естественно нужно гравитация вот она у меня есть 4g то есть максимальное ускорение практически может 4 генератора все это приводится в действие через реактор у меня так сколько вот они гриндеры все 1066 такая вот хрень сейчас у меня 26 кадров на записи сейчас мы это дело включаем так это у нас это кадры просили до 20 картинка немного трясется далее по поводу того как загнать сюда корабль можно самому залезть что в принципе было бы логично но все дело в том что в выживание вы скорее бы точнее вы умрете есть другой способ можно поставить я использую тот космосферу но можно воспользоваться и генератором массы где-то девяточка да так он не падает значит берем это потихоньку он начинает падать просела у меня уже до 18 кадров я думаю где-то около 6 у меня будет то есть по идее мне нужно рядом с такой разборочной доской до нужно будет поставить сборщик которая будет каждый раз напиливать и нас наваривать эти генераторы что в принципе не очень логично на мой взгляд почему я не отключил двигателем дело в том что когда вы перите чужой корабль у него действует защита на отключение двигателей пушек всего 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 поэтому отключить их только если спилить спилить и разобрать собрать обратно то есть геморрой еще тут ну в общем чтобы не запариваться я вот использую это кроме того не забывайте что двигатели могут покоцать вашу ванну поэтому надейтесь на то что не успеет вот у меня сейчас 15 кадров выглядит это отвратительно конечно не забываем добавлять эти массы потому что они спиливаются какие тресогуски то начинаются в принципе действенно в принципе но вы представьте сколько мне потребуется вот уже чуть там и сломалась кстати представьте сколько мне потребовалось бы ресурсов для того чтобы это все дело разобрать так то есть это конечно еще еще то офигевание потихоньку полегоньку это все дело конечно разбирается вот генератор масса отключился и что теперь делать благо космосфера работает уже хорошо она по крайней мере да давит заняло это конечно не так много времени как могло бы быть вот но тем не менее это мы теряем время на том что это все делать дичайше тормозит так давай-ка падай-ка в принципе сейчас это все дело допиливается можно было конечно поменьше поставить разрешение но это было бы не так эффектно все все допили на поднятие кадров до 20 сейчас мы это делаем вырубим вот тихо так и выключаем более того можно выключить генератор сразу до 30 кадров это все дело поднялось теперь давайте посмотрим что у нас в итоге в сухом остатке ну вот примерно такие вот у нас уловы делите сразу на 2 потому что я это уже уже до этого один таким образом убивал кораблик вот такая вот фан так еще 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 давайте вот что в предыдущем видео я указывал ссылку на 2 пакета конвейеров давайте я щас побырику покажу как они выглядят и закругляемся сегодня плюс я вам скину дополнительно эти конвейеры которые собирают ресурсы так давайте в настройках я сделаю плоскость уже есть личная новая станция вот так вот смотрите у нас грузовых и транспортных да стандартно есть вот такие конвейеры ой такой и шестерочка все это конечно хорошо и замечательно и в случае если нам нужно сделать соединить сразу несколько труп нам приходилось ставить конвейеры это не очень хорошо с учетом того что на большие конвейеры требуется очень много затрат энергетических поэтому я поставил себе обновление так сказать и вот у меня появились вот такие конвейеры которые сейчас я вам их покажу так есть такой он похож на т-образный единственное единственное у него есть с одной стороны еще одна прорезь удобно если у вас где-нибудь внизу да есть какой-нибудь контейнер да или вот допустим тот же конвейер и чтобы не придумывать велосипед и не думать как же соединить три трубы и отправить все в конвейер можно в общем то поставить все это дело следующим образом то есть выглядеть это будет примерно так далее есть у нас четвертая есть четверочка в принципе все то же самое только два выхода тоже очень удобно так далее у нас пятерочка это статартная т-образная форма всего три дырки шестерка это наша звездочка если я что-то не хочет а вот так просто у нас на весу получается такая труба на весу него вот тоже очень удобно семерка это то же самое только еще дырка есть посерединке то есть как раз тоже если есть конвейер какой-то снизу контейнер можно подсоединить сразу четыре разные трубы кроме того есть еще такая фигня мерч блок то есть можно подсоединиться как это если допустим есть большие корабли потому что на большие корабли ставится можно поставить вот такую вот хрень и они между собой сцепятся и можно будет передавать компоненты что еще это у нас на большие корабли коннекторы это у нас защищенный коннектор то есть если нам как это у нас боевой корабль какой то мы его можем так поставить и он не сломается с первого чиха так на восьмерке у нас такой коннектор большое так сказать то есть если ну как кому кому нравятся такие здоровые коннектор так далее есть мега коннектора но я не знаю на что он рассчитан если только прям гигантского размера вы делаете корабль причем не один или вы ставите большую базу то есть не просто так не не просто так так это все было да это у нас ацесс и это бывает так что ну и вообще для эстетического так сказать удовольствия бывает так что поставил какую-то трубу и не хочу разбирать и вообще возможно когда-нибудь она тебе пригодится можно поставить такую заглушечку об как бы так вот и это как это у вас труба заработает то есть она будет не будет она не светится как здесь красным или зеленым но она будет работать в общем чисто для заглушивания так это у нас конви это все было хэтчап да вот этот хэтч ну это вот эта фигурина далее есть точно такие же конвейеры только они как видите на ножках что в принципе логично ставить их на ножках ну просто как то странно что они все висят в оригинале поэтому очень классно зазорчики есть все все очень красиво и все тот же набор практически есть еще какой-то адванс коллектор я его не использовал но он тоже очень красиво выглядит это вот в общем то использовать можно как сферическом ул сборщики ну и плюс он по моему тоже armored а что еще вот это и другого мода это у нас конвейерная труба это конвейерная труба на большой корабль можно поставить вот такие большие конвейерные трубы то есть стандартные которые используются даже как видите больше можно поставить просто большего размера трубы так что еще все 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 то же самое есть еще вот такой вот вот классный мне он очень нравится это для тех кому забодали вот эти вот депрессивные непонятные роторы которые крутятся как хотят и ничего больше не делают значит смысл этой фигни очень прост на самом деле она поворачивается исключительно в одной не плоскости даже не знаю как назвать так вот вот ну так он точно так же передает все необходимые ресурсы тут есть дырочка и в общем в той точно такая же ситуация есть и для маленьких кораблей ну естественно на станцию не поставить все те же самые конвейеры которые вы видите в большом варианте они есть в маленьком более того тут есть такие каких почему-то нет на большом варианте так давайте я вам покажу что это допустим маленький кораблик на него это восьмерочка то есть чтобы не городить вот эти непонятные трубы чтобы придумать какую-то свою концепцию работаем на корабле вот можно использовать такую как и не знаю туалетный утенок что ли как атака наверное назову вот восьмерочка да вот он меньше видите вот этот пролет меньше и вот семерочка если вы это семерочка вот видите чуть больше чуть меньше то есть в принципе есть что использовать так и что у нас еще есть коннекторов в принципе все все остальное вот вот тут это например труба очень классная с помощью нее можно например так сделать потому что например делать вот так вот да вот 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 как вот как это выглядит либо более топорно да и либо вот так хотя занимают они по любому по кубику то есть вы все равно сюда больше ничего не ставите но вот иногда вот так вот красивее чем вот так вот мне так кажется вот на этом наверное все по конвейерам больше тут нечего сказать все остальные как бы вы так видели знаете в общем как-то так на этом прошу прошу чего прошу на этом я откланиваюсь не знаю может быть осталось может в следующий раз это просмотрю еще кое-какие моды у меня их достаточно можно посмотреть всякие давайте посмотрим может быть вам что-то будет интересно увидеть в моем так сказать исполнении так вот они конвейеры различные ангар и так так вот вот этот вам надо еще показать подик извините что не отпускаю если кто там кушать хотел значит смотрите какая ситуация я вместо обычных кубиков буду использовать на есть у нас такая хрень как очистительный завод по умолчанию да он может допустим если у нас есть камень он перерабатывает ну допустим даже плотина руда пусть будет вот платиновую руду он переплавит в платиновую вот так и занятия в платиновые слитки по идее сейчас посмотрим это делает да делает по идее в космосе вода есть практически на любом астероиде да в том или ином виде виде льда может быть какие-то капельки там когда-то оставались там в камне может быть там ну всяко бывает вот если мы с вами сейчас возьмем 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 эффективность да и допустим продуктивность сейчас моего пусть одна будет продуктивность и 8 эффективности фур так так кей вот у нас в общем-то потихоньку перерабатывается тонна платины когда которая превращается и в плотину слиток и в лед плотина не знаю насколько важно чтобы в плотине была вода но вот если в камне будет возможность искать воду очень даже неплохо поэтому вот он вот он вот этот модик вообще он добавляет насколько мне известно отдельный переработчик который позволяет добывать воду но как видите с обычного сэмблером тоже это работает вот поэтому вот так вот потому что в предыдущем видео у меня был этот мод включенные забыла ним сказать вот на этом пожалуй все вот до следующего раза увидимся пакета